Для живых организмов характерно клеточное строение. Клетка это элементарная единица жизни. В теле одноклеточных, животных и растений совершаются все жизненные процессы, характеризующие целостный организм. У многоклеточных клетка основной структурный и функциональный элемент организма. Клетки животных тканей различны по размерам, форме и выполняемым функциям. Это мышечные клетки, эпителиальные, костные, клетки жидкой ткани крови. Органы высших растений также образованы различными клетками. Это клетки тканей стебля. Микроскопическое строение тканей рассматривают на тонких срезах. Ткань, залитую парафином, нарезают с помощью прибора микротома. Потом, удалив парафин, оставшийся на стекле срез ткани окрашивают специальными красителями. Различные части клеток и тканей окрашиваются по-разному. Современный оптический микроскоп дает увеличение до 2000 раз. Так выглядит живая растительная клетка под оптическим микроскопом. Ее содержимое находится в постоянном движении. При таком увеличении в клетке ясно различимы ядро с ядрышками, цитоплазма, вакуоли, клеточная стенка, митохондрии. Электронный микроскоп, дающий увеличение в миллион раз, позволяет рассматривать тончайшие детали строения отдельных частей клетки. Для электронного микроскопа нужны значительно более тонкие, чем для оптического микроскопа, срезы в сотые доли микрона. Съемка этих срезов сделана с помощью оптического микроскопа. Методы современной биохимии, биофизики, цитологии позволяют проникать в сокровенные глубины строения и жизни клетки. Клетка одета тончайшей пленкой, наружной мембраной. Выяснено, что мембрана образована несколькими слоями молекул. Наружные и внутренние слои состоят из молекул белков, а средние из молекул жироподобных веществ. Сходное строение имеет и другие мембраны клетки. Основная функция наружной мембраны осуществление обмена веществ между клеткой и окружающей ее средой. Цитоплазма клеток пронизана системой внутренних мембран, связанных с наружной, и образующих полости и канальцы. Это эндоплазматическая сеть. На поверхности мембран эндоплазматической сети видны мельчайшие структуры, рибосомы. На рибосомах происходит синтез белковых молекул. Белки, образовавшиеся на рибосомах, распространяются по всей клетке. С эндоплазматической сетью связана еще одна клеточная структура – аппарат Гольджи. Аппарат Гольджи участвует в процессах накопления и выделения веществ, образуемых клеткой. В цитоплазме животных и растительных клеток находятся особые структуры – митохондрии. Митохондрия ограничена двумя мембранами. Внутренняя мембрана образует множество складок. На мембранах митохондрии совершаются сложнейшие процессы, обеспечивающие клетку энергией. Особенно много митохондрий в цитоплазме активно функционирующих клеток. Например, мышечных. В некоторых животных клетках обнаружены лизосомы. В лизосомах осуществляется внутриклеточное пищеварение. Иногда пищеварительный сок разрушает отжившие части клеток и даже целые клетки. В цитоплазме животных клеток близ ядра и аппарата Гольджи находится клеточный центр. Он участвует в процессе деления клетки. Для растительных клеток характерны особые структуры – пластиды. Наибольшее значение среди них имеют хлоропласты. В них находятся богатые хлорофилом пластинки, расположенные стопками. Здесь, под действием энергии света, из неорганических веществ синтезируются органические. Кроме постоянных структур, в клетках могут быть и различные включения. В клетках клубня картофеля – крахмальные зерна. Гликоген в клетках печени. Белковые глыбки в секреторных клетках. Познакомимся со строением ядра. Оболочка его состоит из двух мембран. В ядерной мембране есть поры, хорошо видимые в электронный микроскоп. В ядре находится одно или несколько ядрышек. Важнейшая постоянная структура ядра – хромосомы – становятся видимыми во время деления клеток. Сравним строение растительной и животной клеток. И у тех, и у других есть наружная мембрана. У клеток растений поверх мембраны находится еще плотная клеточная стенка. Все клетки содержат ядро и цитоплазму, неразрывно связанные между собой. Ядро покрыто ядерной оболочкой. В нем находятся ядрышки. В цитоплазме располагаются митохондрии, эндоплазматическая сеть, рибосомы, аппарат Гольджи. В некоторых клетках есть лизосомы. В растительных клетках – пластиды. Наблюдать процесс деления клеток удалось только тогда, когда экспериментаторы научились культивировать изолированные кусочки живых тканей в искусственной среде. Специальная микрокиносъемка позволяет проследить последовательные стадии деления клетки. Это делятся клетки, выделенные из животной ткани. А сейчас мы увидим деление клетки изолированной ткани растения. Процесс деления на экране, вы видите, значительно ускорен. Вот делится ядро клетки. Молодые ядра расходятся. Разделилась цитоплазма. Теперь вы видите две новых клетки. Наиболее распространенный способ деления животных и растительных клеток – непрямое деление, метоз. Вы видите, в ядре делящейся клетки много темных телец. Это хромосомы. При метозе они равномерно распределяются между дочерными клетками. В неделящейся клетках хромосомы настолько тонки, что их нельзя различить в микроскоп. В начале деления они закручиваются, становятся короче и толще. Теперь хромосомы видны и в оптический микроскоп. Для каждого вида растений и животных характерно определенное количество различающихся по величине и форме хромосом. В клетках тела этой бабочки всегда 28 хромосом. В клетках тела лягушки – их 26. У обезьяны – 48 хромосом. У человека – 46. А в клетках плодовой мушки дрозофилы, важного объекта цитологических исследований, 8 хромосом. И обратите внимание, они парные. Обе хромосомы каждой пары называют гомологичными. Как же происходит непрямое деление клетки? Начинается оно с расхождения центриолей клеточного центра. Между ними образуются цитоплазматические тяжи, веретено деление. Хромосомы, спирализуясь, утолщаются и укорачиваются. Становится заметным, что каждая из них удвоена. Произошло это в результате редупликации ДНК в промежутке между клеточными делениями в интерфазе. Присмотритесь. Каждая хромосома образовала себе подобную. Ядрышко и ядерная оболочка утрачивают свою структуру. Так заканчивается первая фаза деления клетки, профаза. Во второй фазе непрямого деления, метафазе, центриоли, продолжая расходиться, достигают полюсов клетки. А хромосомы располагаются в плоскости экватора веретена. Некоторые те же веретена прикреплены к ним. В следующей фазе деления, анафазе, вновь образовавшиеся хромосомы отделяются друг от друга и расходятся к полюсам. Это явление удалось снять на пленку. Каждому полюсу движется такой же набор хромосом, какой был в клетке до начала ее подготовки к делению. Когда хромосомы достигают полюсов веретена, начинается последняя фаза деления – телофаза. Вновь образующиеся растительные клетки отделяются друг от друга клеточной стенкой, возникающей в цитоплазме. Хромосомы раскручиваются и вновь становятся неразличимыми. Появляются ядрышки, ядерная оболочка, дочерные клетки отделяются друг от друга, наступает интерфаза. Сейчас вы видите деление клеток с животной тканью. В различных участках культуры животной тканей происходит массовое деление клеток. Вот делится одна клетка, другая, третья. Музыка. 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 Музыка.